Итак, ребята, вы на канале Поршень покинул чат. Снова сегодня очень коротенькое видео. Мы вам просто хотим рассказать, что наконец-то сердечко у донора в полном порядке. Мы его когда купили, мы его тянули на галстуке, потому что у двигателя были проблемы. То есть он заводился, он работал на холостых оборотах, но не больше тысячи оборотов. Про передачи вообще речи не идет. Просто тупо на холостых и все, больше не мог. И видимо поэтому я его и купил за очень привлекательную цену. Это реально корч. Сама по себе машина в полная хламина. Здесь нету ходовой. Здесь по большому счету нихера нету. Ну вот кроме вот этих рингов. Они мне нравятся, я их переставлю в свою машину вместе с двигателем. Так вот. Почему я так дешево купил эту машину, этот корч? Да потому что это уже свап. Его уже свапали. Но предыдущие владельцы, пацанчики, короче, не смогли довести до ума двигатель. Не смогли, скажем, поднавалить так, как хотели. И поэтому им пришлось его продать. Они думали, что продают реально труп. Что движло, это пихло, никогда уже не сможет полноценно работать. Вот. Но я когда покупал, когда покупал, для меня было самое основное это пихло. И я приблизительно уже знал, с чем могут быть проблемы. И я не ошибся. Значит, самая большая причина, по которой машина не ехала, просто-напросто ребята поставили сюда двигатель 2.5, а бензонасос оставили от 1.9. То есть малообъемный бензонасос. Он просто физически не мог дать то давление, тот объем бензина для топливной рампы, для топливной смеси. И поэтому машина все никак не могла набрать обороты. И она никак не могла поехать. Ну, плюс, конечно, проверил катушечки. Одну пришлось поменять, потому что она была перемотана изолентой. Черной изолентой. По фэншую. В общем, я поменял бензонасос. Машина сразу, сходу ожила. Она не то, что начала ехать, она начала выстреливать. Мы еще раз сейчас поднавалим на ней. Мы это снимем и вам покажем. И это донор. То есть эта машина рано или поздно или пойдет на металлолом, или мы из нее сделаем какой-нибудь трэш-мобиль. Донор, блин, это песня, блин. Двигатель. Ёбанарод, блядь. М54Б25. Ребята, смотрите, что вытворяют. М54Б25. 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 Ой-ой Ой-ой Ну тут все понятно Едем к тебе Оставляем у тебя во дворе ее пока что Сука Закипел, да? Да По трубок, короче Пошел по пизде Ладно Давай по-быстрому Вот это вот уже мой проем Потому что, блин Пацанчики вывели Этот самый Проводку на Вентилятор, чтобы он постоянно Крутился и постоянно охлаждал Потому что, когда даешь Машине просраться Вот, то получается Она греется В бешеном режиме А мы Мы по-нормальному Переподключили Вентиляторы Поэтому мы сейчас Дали ей под хвост И она перегрелась Из-за этого Но уже падает температура То есть Нормально В общем Вот эта вот стрелочка В бмвшных автомобилях Не, не так В общем Вот эта вот стрелка Температура двигателя Она вам никогда не покажет правду Машина уже может Начинать закипать Она не сдвинется В красную зону И поэтому Надо всегда Смотреть точную температуру двигателя Именно по компьютеру Для этого мы Вот Зажимаем Вот этот вот Сосок Зажимаем Чтобы здесь У нас Появился такой текст Какой вы сейчас увидите Тест И Ай, блин Главное тоже Вовремя нажать Вот И выбираем Позицию 19 Выбрали 19 А теперь Добавляем еще До 7 И вот Пожалуйста Наша Настоящая Температура Вот Так-то Запомнили? Сначала Набираем 19 Даем ему Сообразить Пару секунд И Сходу Набираем До Седьмой Позиции Продолжение следует